Здравствуйте! Вести Хакасия продолжит эфир на канале Россия 24 в студии Елена Крылова. Дело об аварии на Саеношушинской ГЭС передано в Саеногорский городской суд для рассмотрения по существу. Обвинительное заключение утвердил заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь. Напомним, трагедия произошла в августе 2009 года. Из-за разрушения крепежных элементов потоком воды сорвало крышку гидроагрегата номер 2. В машинный зал хлынула вода, затопленными оказались ремонтные мастерские, в которых находились люди. Погибли 75 человек. К уголовной ответственности за нарушение правил безопасности привлечено 7 руководителей инженерно-технических работников гидроэлектростанции. Директор Саеношушинской ГЭС Николай Неволько, главный инженер Андрей Митрофанов, его заместитель Евгений Шерварли и Геннадий Никитенко, а также работники службы мониторинга оборудования гидростанции Александр Матвиенко, Владимир Белобородов и Александр Клюкач. Всем им грозит 7 лет заключения. В Хакасии стартует выборная кампания. Сегодня на сессии депутаты Верховного Совета утвердили дату единого дня голосования. Чем еще отметилась предпоследняя перед летними каникулами заседания парламента, расскажет Ольга Стельмах. Главное политическое событие этого года – выборы 2013 – официально получила старт. Несколько месяцев избирком Хакасии и депутаты Верховного Совета корректировали избирательное законодательство и, наконец-то, внесли окончательный штрих – назначили дату голосования. Проектом постановления предлагается именно сегодня, 5 июня 2013 года, то есть за 94 дня до дня голосования, назначить выборы на 8 сентября 2013 года. Начинается избирательная кампания как такова. По сути, процедуры выдвижения, процедуры, те процедуры, которые кандидаты будут предпринимать, они начнутся после опубликования данных постановлений в средствах массовой информации, в частности, начнется выдвижение. А для средств массовой информации уже с завтрашнего дня начинается период избирательной кампании и начинаются ограничения в плане ведения тех или иных агитационных мероприятий. Кандидаты на выборные посты станут известны не раньше, чем через месяц. Напомним, осенью жителям республики предстоит избрать главу региона, а также депутатов Верховный Совет Хакасии. Кстати, новый созыв парламента будет меньше. Число народных избранников сократится с 75 до 50 человек. Несмотря на предстоящую жесткую борьбу за депутатские кресла, спикер Верховного Совета Владимир Штыгашев призвал играть по правилам. Активная агитация, особенно в средствах массовой информации, проходит не ранее, чем за 35 дней до начала выборов. Это помнить надо. Это у нас начнут завтра уже и в газетах писать, и программы публиковать, и все остальное. Могут снять просто с выборов потом избирательная комиссия. Бюджет Хакасии стал больше на полтора миллиарда рублей. Депутаты внесли поправки в главный финансовый документ республики. Эти средства пришли из федерального центра. Треть от суммы пойдет в здравоохранение, образование и сельское хозяйство республики. Минфин увеличил финансирование и в программе по переселению из аварийного жилья на 89 миллионов рублей. Ольга Сельмах, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. И еще один вопрос сегодняшней сессии депутатов Верховного Совета. Министерство труда предложило по-новому считать прожиточный минимум в Хакасии. По мнению первого заместителя руководителя ведомства Татьяны Пономаренко, нужно внести изменения в закон, к примеру, уточнить понятие потребительской корзины. Кроме того, она должна разрабатываться не реже одного раза в пять лет. Добавим, что сегодня прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 7167 рублей. Почти сотню взбунтовавшихся заключенных по легенде учений сегодня обезоружили и изолировали сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний по Хакасии. Спецоперация проходила в Пригорске. Когда конфликт практически был исчерпан, выяснилось, в здании заложник. Его освобождением занялся спецназ. За ходом событий наблюдали Наталья Гармашова и Сергей Казьмин. 5 июня, начало 7 утра. Заключенные лечебно-исправительного учреждения в Пригорске не вышли на зарядку. Требует улучшить условия содержания. В колонии Бунт заключенные не идут на мировую с силовиками. Именно так начинаются учения УФСИН по Хакасии. На подмогу дежурным прибывает сводный отряд УФСИН. Более того, представители других силовых ведомств. В общей сложности порядка 400 человек. Взбунтовавшихся заключенных почти 90. Все вооружены. В дело идут заточки, арматура, камни и палки. В противовес – спецтехника, оружие, дымовые завесы и взрывпакеты. Бунтовщиков, которые на улице, через некоторое время удается окружить и обезоружить. Через заслоны пробиться на свободу уже нет ни малейшей возможности. Тех, кто пытается все же бежать, задерживают специально обученные собаки. Без них не обходится ни одна серьезная операция. Заключенных одного за другим отправляют в следственный изолятор. Но на этом учения не заканчиваются. В одной из комнат лечебно-исправительного учреждения – возгорание. Помещение задымлено. В суматохе двум заключенным удается скрыться в здании. Сюда же спешат пожарные. Через несколько минут по рации передают. На втором этаже в руках осужденных и заложник – сотрудник МЧС. Силовики начинают переговоры с бунтарями. Основная цель нашей работы было отвлечение внимания преступников. С тем, чтобы представители силовых ведомств смогли подготовиться к атаке. И с тем, чтобы смогли освобождить заложника. И с этой целью тактика затягивания переговоров была основной. В ходе переговоров требования преступников становятся более развязными. Нужно спиртное, наркотики, вертолет, деньги, оружие. За всем этим психологи, которые участвуют в переговорах, видят одно. Главная цель заключенных – нарушить оперативную обстановку в учреждении. Минуты ожидания кажутся часами. И вот дается команда пятисекундной боевой готовности. Кульминационный момент. Заложник освобожден, не пострадал. Двух заключенных увозят в изолятор. По словам сотрудников УФСИН, главным в учениях было отработать взаимодействие всех силовых структур в ходе ликвидации массовых беспорядков. Временные показатели здесь не учитываются. Важен результат. Либо выполнено, либо нет. Должен отметить, что последние учения в течение нескольких лет, твердая удовлетворительная оценка на учениях зарабатываем, но мелкие недостатки, которые выявляются. Учения для этого и проводятся, чтобы в дальнейшем их устранять. Кстати, роль преступников по традиции играли сами сотрудники УФСИН. Александру Амзаракову уже не впервые приходится надевать форму заключенного. Говорит, продержаться на поле боя удалось достаточно долго, но все же устоять перед силовиками невозможно. Только на отлично. Отработали эффективно, да, скажем так, даже красочно. Наталья Громашова, Сергей Казьмин, Вести Хакасия. К первому сентября в Абакане станет одним детским садом больше. Строители ведут внешние и внутренние отделочные работы в здании седьмого микрорайона города. Такой же номер будет носить и новое учебное учреждение, рассказывает Алексей Баинов. Новый детский сад под названием Капитошка заметен издалека. Его фасад, в отличие от других подобных зданий, как будто раскрашен в разные цвета. На самом деле это керамогранит девяти оттенков. И его выбрали из-за высокой прочности и долговечности. Вообще этот объект можно назвать особым. Здесь строители использовали технологию безригельного каркаса. Сборная конструкция. Железы подразумевают, что сборная колонна и монолиты – это сборное перекрытие. Собираться в качестве детского конструкции Олега, потом бетонируются стыки, является очень быстрым возведением, надежным сейсмитический вариант. Сегодня на заседании штаба еще раз уточнили проблемы и способы их решения. Объект неординарный, здание нетиповое. Отсюда и повышенное внимание. От других детских садов новый будет отличаться бассейном и большими площадями для спален и игровых комнат. При этом всю внутреннюю отделку планируется выполнить из специальных неаллергенных материалов. Здесь у нас все краски, все негорючие, то есть все акриловые краски, в принципе, они не очень дешевые. Значит, половые покрытия будут тоже износостойкие, но именно для садиков. Сейчас второй этаж здания отделан почти на 60%. Укладывается кафель, грунтуются стены, идет покраска. На первом идет заливка и стяжка полов, в раздевалке перед бассейном монтируется теплый пол. Стоимость всего проекта около 170 миллионов рублей. 15 августа строители готовы предъявить объект комиссии. Открытие планируется на начало осени. И очередь в дошкольные учреждения Абакана уменьшится на 220 детей. Несмотря на непривычную погоду, для начала июня Абакан готовится к купальному сезону. Городской пляж в зоне отдыха приводят в порядок коммунальщики и водолазы. Благоустройство планируется завершить до 15 июня. Сегодня водолазы очищают дно от скопившегося мусора на глубине до двух метров. Основные находки водолазов – это битое стекло, автошины, бытовой мусор. Попадаются и неожиданные сюрпризы – старинный арифмометр, самолетная дверь и карусельная лошадка. С приходом настоящего летнего тепла МЧС в прибрежной зоне развернёт спасательный пост. Пляж ограничен специальными быками. Там катамараны не заходят, им запрещено. Работники паркового хозяйства к середине июня приведут в порядок 10 тысяч квадратных метров пляжа. Для комфортного отдыха абаканцев здесь установят урны, скамейки и кабины для переодевания. Частично будет обновлён песок. Зона отдыха, как и планировалось, будет готова через 10 дней. А вот старт купальному сезону даст погода. Люди не стали меньше читать, они просто перестали ходить в библиотеки. В этом уверена член общественной палаты и руководитель общественной организации «Доброе сердце Хакасии» Елена Духмина. А чтобы вернуть популярность библиотеки, нужно сделать её не просто книгохранилищем, а современным центром культуры. И в двух селах Хакасии эта работа уже ведётся. Подробности узнаете в нашей ежедневной рубрике «Интервью» сразу после выпуска новостей. На этом у меня всё. Берегите себя. Многие мои знакомые, да я сам пересел бы на газ, но не хочется с собой возить большой баллон. А если на каждой автозаправке будет ещё и газовая заправка, то можно действительно поставить маленький баллон и особо не переживать. Единственное, конечно, тяжело придётся на первое время, думаю, владельцам автозаправок. Очень положительно будет для экологии городов больших. И стоимость газа значительно ниже, чем стоимость бензина.